Это тема дня. Продолжаем обсуждать самое важное и интересное. Спасибо, что вы с нами. В 2021 году рынок франчайзинга может вырасти почти на четверть. Прирост ожидается за счет малых и средних предприятий. В целом за 10 лет этот рынок должен вырасти втрое до 200 тысяч объектов и охватит 4 миллиона человек. Такую динамику прогнозируют в Российской ассоциации франчайзинга. Сейчас по франшизе работает лишь около 2% предпринимателей, но, несмотря на кризис, франшизы сейчас привлекают новые категории объектов МСП. Весной 2020 года пандемия ударила по этому сегменту сильнее всего. Кризис затронул до 67% индивидуальных предпринимателей малых, средних и крупных предприятий в России. Это данные бизнес-омбудсмена Бориса Титова. В этой ситуации участники франчайзинговых сетей пострадали в меньшей степени, подчеркивают отраслевые эксперты. Как развивается рынок франчайзинга у нас в регионе, что даст это развитие для экономики края, все это обсудим с нашим экспертом. В студии сегодня председатель комиссии по экономическому развитию общественной палаты Краснодарского края, экономист Александр Полидий. Александр, добрый день. Я рада приветствовать вас сегодня в нашей студии. Ну что ж, прежде чем мы обсуждать начнем, давайте такой некий ликбез проведем. Есть ли коротко франшиза это что? Это возможность купить готовый бизнес или не только? Да, фактически это договорные отношения, которые позволяют предпринимателю использовать бизнес-формат, технологию, возможности продвижения, маркетинга, работы с персоналом, готовые рыночные решения. От тех, кто уже на рынке успешен, к кому есть высокая лояльность потребителей. И, соответственно, это фактически, я бы сказал так, что франчайзинг это способ уменьшения рисков начала предпринимательской деятельности, ее ведения. И это так действительно и есть. Вот ту информацию, которую я вначале озвучила, получается, что кризис может подстегнуть именно этот спрос на покупку готового бизнеса по франшизе. Да, поскольку кризис подстегивает развитие вообще конкурентной ситуации, то есть конкуренция обостряется по огромному количеству факторов. И вот самая острая конкуренция развивается как раз на тех рынках, которые ориентированы на конечного потребителя. Что значит конкуренция? Фактически конкуренция, если мы говорим о потребительском сегменте, как говорят экономисты B2C, бизнес для покупателей, разгорается по поводу доступа к самому клиенту, к его платежеспособности, к чистоте покупок, к его лояльности и так далее. И поэтому, конечно, то, что мы видим сегодня, это, знаете, даже сказал бы, что не кризис подстегнул это, может быть, он просто ускорил процессы развития франчайзинговых сетей. Но сама логика развития экономических процессов, сама логика развития конкуренции предполагает увеличение концентрации рынка. Потому что всегда проще делать выбор среди нескольких привычных или нескольких десятков привычных бизнес-форматов, чем получать какие-то невнятные или не очень раскрученные предложения. Что касается Краснодарского края, насколько развит франчайзинг у нас в регионе, есть ли такие данные? Вот давайте это обсуждать. Но количественных данных, вот четко, которые сказали бы, я не нашел. Но, учитывая, что Краснодарский край это регион-лидер по развитию потребительского спроса, потому что мы регион, в структуре экономики которого превалируют отрасли, ориентированные на конечное потребление. Начнем от розничной торговли, которая имеет самый высокий уровень развития в крае в нашем, по всей стране. Это курорты, это транспортно-логистический комплекс и так далее можно продолжать. Поэтому и в условиях такой структуры, отраслевой структуры экономики края, конечно, и уровень развития франчайзинговых историй, франчайзинговых сетей, он выше, чем в среднем по стране. Это логично. Ну, то есть у нас вот эта тенденция к тому, что все больше предпринимателей обращаются в этот рынок, рынок франчайзинга, она имеет место. Да, тем более мы понимаем, что 6 миллионов населения края, плюс еще 20 миллионов это туристы, то есть фактически получается, что мы работаем не только, а может быть даже и не столько на себя, я сейчас говорю о потребительском сегменте, сколько и на гостей. И понятное дело, что там, где конкуренция очень высока, ее уровень накала очень высок, гораздо проще получить доступ к потребителю, если использовать уже устоявшиеся, понятные и популярные бизнес-форматы, в конце концов бренды. То есть, ну, понятно, мы с вами не будем из этических соображений выделять кого-то, но всегда проще делать выбор из того, что ты уже знаешь, на чем у тебя уже есть сложившийся опыт, сложившаяся практика. Это, по крайней мере, для потребителя гарантия или квази-гарантия качества, почти гарантия качества, почти гарантия привычности. Да, то есть, и которая на слуху, да? Да, да, совершенно верно. Если говорить о сферах, в каких из них, в каком бизнесе имеет смысл эффективно у нас в регионе начинать бизнес по франшизе? Таких сфер очень много. И фактически, вот, общее правило такое, чем жестче конкуренция на рынке и чем ниже барьер на вход на этот рынок, то есть, конкурентная среда такая, что позволяет еще прийти многим предпринимателям, многим продавцам. Ну, например, что имеется? Вот, возьмем розничная торговля, безусловно, возьмем общепит, безусловно, возьмем такие истории, которые связаны с риелторской деятельностью, допустим, франшизы федеральных риелторских агентств, далее это гостиничный бизнес, это бизнес, допустим, вот, по продвижению каких-то промышленных товаров или, допустим, вот, дизайнерских товаров, да, или истории, связанные с продажей ремесленных изделий под каким-то брендом, например, да, то есть, все, что связано с контактом продавца и потребителя, и причем не просто с контактом, а в условиях жесткой конкурентной среды. Я могу, например, сказать про себя, что лет, наверное, 15 назад, да, еще занимаясь другими вещами, я всерьез рассматривал покупку франшизы одной из крупных туристических агентских сетей в стране, в федерации, и другого выхода, поскольку я понимаю, что франшиза упрощает доступ к рынку, и она снимает ряд рисков. Да, есть, конечно, свои ограничения, но, тем не менее, барьер на вход на рынок с участием франшизы, он значительно снижается, и затратность входа на рынок с использованием франшизы, она снижается тоже. Александр, о плюсах и минусах франчайзинга не понаслежку знает наш следующий спикер Дмитрий Фролов, с нами на связи, совладелец сети магазинов доставки еды. Дмитрий, здравствуйте, мы вас приветствуем в прямом эфире. Добрый день. Насколько мне известно, у вас есть опыт работы по франшизе. Так, расскажите, почему в свое время решили развивать бизнес именно с помощью франчайзинга? Плюсы в чем его? Ну, во франчайзинге достаточно большое количество плюсов, также есть и минусов. Давайте немножко о плюсах поговорим, потому что, когда ты хочешь заниматься каким-либо бизнесом и не знаешь его изнутри, франчайзинг дает большие возможности. То есть, если мы говорим конкретно о моем случае, это я захотел заниматься общепитом и ничего в нем не знал. То есть, франчайзинг мне предоставил достаточно большой пакет информации и входа на рынок. И понимая, вот спустя несколько лет сегодня, да, что если бы пару лет назад я бы не купил франшизу, я бы, наверное, денег потратил в несколько раз больше, попытавшись развить свой бизнес самостоятельно. Ну, насколько я поняла, старт вашему бизнесу дала именно франшиза, но сейчас от нее все-таки отказались, так? Вот почему? Видимо, минусы свою роль сыграли. Ну, есть во франчайзе, конечно, определенные минусы, понимаете, самый главный минус это то, что в франчайзе продается абсолютно всем. То есть, покупают франшизу люди, которые не сталкиваются с этим родом деятельности вообще никогда. И здесь вопрос касается, кто-то выживет, а кто-то не выживет, потому что в франчайзе за вас делать работу не будет. Он дает вам определенные инструменты, он дает вам определенное видение ситуации, а дальше вы, собственно говоря, работаете самостоятельно. То есть, весь объем работы вы поглощаете сами, и все зависит только от вас. И во франчайзе очень сжатые сроки открытия, то есть вы получаете большой объем информации в сжатые сроки, и тут, собственно говоря, нужно правильно распределить свой тайминг и это все разложить по поводу. Если у вас это получается, и у вас не покидают силы и желание развиваться, то вы идете вперед. Но многие из купивших франшизу, ну не доживая там 3-4 месяцев, потому что опускаются руки, большой поток информации. И когда в одном городе несколько торговых точек одной сети, и половина из них опущены руки, и они работают спустя рукава, то, соответственно, рейтинги влияют и на вас. Дмитрий, хорошо. В таком случае, учитывая ваш опыт, совет тем предпринимателям, которые сейчас решились приобрести франшизу, открыть таким образом собственный бизнес, что необходимо им учесть? Если коротко, тезисно. Если тезисно, в первую очередь нужно обратить внимание на франшизу, сколько она существует на рынке. Не брать там каких-то новичков, не знаю. Второй момент, это запастись силами и пониманием, что придется очень много работать. И третье, тезисно, если вы все-таки открылись решить франшизу, если вам пишут о том, что там нужно вложение миллиона полтора, всегда сделайте запас процентов 30. Запастись деньгами, запастись терпением и, собственно, силами. Спасибо. Дмитрий Фролов был с нами на связи, совладелец сети магазинов доставки еды собственным опытом, поделился о покупке и работе по франшизе. Александр, совсем ли согласны? И часто у нас на Кубани вот именно такая практика, что человек берет старт, стартует в бизнесе по франчайзингу, а дальше идет каким-то своим путем и по каким-то причинам все-таки от нее отказывается. Да, абсолютно согласен с Дмитрием, потому что франшиза это дорога с двусторонним движением. То есть как от собственного желания к покупке франшизы, так и после опыта работы по франшизе может быть переход в какой-то собственный формат, когда сформируются те бизнес-компетенции, когда сформируется та клиентская база, например, та лояльность, которая рынку нужна, может быть и какой-то параллельно собственный бренд сформируется. Вот тогда может быть и есть смысл переходить в собственный полет. Но вообще, Алла, нужно понимать, что да, мы приобретая франшизу, мы снимаем с себя риски, связанные с запуском. То есть мы получаем уже проверенный бизнес-формат. И здесь Дмитрий очень четко сказал, что срок жизни франчайзера, то есть того, кто продает франшизу, это принципиально важное значение имеет, критически важное значение. Второй момент. Мы снимаем с себя не только риски, но и мы получаем технологию. То есть мы получаем технологию работы с материалом, технологию работы с персоналом, с клиентской базой, с рынком. То есть, грубо говоря, какую-то кухню нам раскрывают. Совершенно верно. Вплоть до того, что я говорил о своем опыте, когда я 15 лет назад хотел открыть франшизу одной из туроператорских сетей здесь, вплоть до формы персонала, оформления офисов и раздаточных материалов. Но ты за это платишь паушальный платеж, то есть вход во франшизу, ты за это платишь так называемый роялти, то есть периодические платежи, которые привязаны или к выручке, или к прибыли. И в зависимости от того, какая это франшиза, исключительная, когда только ты в регионе, например, на каком-то локальном рынке, или обычная, не исключительная массовая, когда может кто угодно эту франшизу взять, это тоже очень критическое значение имеет. И главное ведь оценить, чтобы внутри одной франшизы, одной торговой марки, например, одного бренда, не было слишком жесткой конкуренции внутри локального рынка, иначе зачем она нужна. И даже вам больше скажу, что вот тот формат прописанный, который я с ним столкнулся 15 лет назад, почему это провалилось все, потому что в требованиях франшизера этой сети было, чтобы из аэропорта вылетали рейсы, организованные крупными туроператорами, но в то время наш аэропорт не принимал иностранные воздушные суда, и, соответственно, крупные туроператоры, которые сформировались на нашем рынке, просто не могли сюда летать. Условия, которые невозможно было выполнить. Они невозможно было выполнить эти условия, да, открываться в другом городе, в Ростове, это было слишком уже накладно со всеми вытекающими последствиями. Так, мы с вами подводные камни и больше минусы обсудили, но все-таки те, кто работают, работают эффективно, развиваются у нас в крае по франшизе, таких предпринимателей много? Конечно, это счет на тысячи, если даже не на десятки тысяч, и ведь это не только традиционное, что я сказал, что мы сталкиваемся каждый день с этим фактически, да, это и автозаправочные станции, это и розничная торговля, пекарни, я не знаю, кондитерские, ресторанный бизнес, фастфуд, это и гостиничные сети, это и вот что достаточно новое на этом рынке, это федеральные сети риэлторские, да, то есть риэлторские агентства, федеральные сети риэлторских агентств. Сегодня рынок франшизы уже уходит в онлайн, это, естественно, требование времени, и мы можем видеть массу сегодня онлайн франшиз, в которых себя находит, опять же, огромная масса предпринимателей, это тренд, и мы понимаем, что выбрать из десятка всегда проще, чем выбрать из сотни, и сформировать лояльность к энному ограниченному количеству форматов бизнеса всегда проще, чем к неограниченному, к большому. Какие франшизы, в каких сферах в нашем регионе самым большим спросом пользуются? Я так понимаю, если это веяние времени, это вот какие-то сервисы доставки, да, это продовольственные товары, что еще? Конечно, наверное, самое широкое распространение, это, конечно, общепит. И такой формат уже ставший привычный, по крайней мере, в крупных, да не только в крупных городах, вообще в населенных пунктах нашего края, это фастфуд-сети. То есть это прекрасно раскрученный, прекрасно развивающийся бизнес, где франшизы упакованы настолько здорово, настолько классно, технологично и понятно, что, наверное, это все-таки магистральный путь для развития этого бизнеса в будущем. Но в то же время я сейчас вижу, что очень живо развиваются, вот кроме сервисов доставки и о чем мы говорили, это и так называемые франшизы в области торговли промышленными товарами, да, это магазины одежды, это, если даже идти дальше, это и такие вещи, как мы называем, креативные индустрии. То есть франшизы, например, на, допустим, иммерсивные спектакли, которые, кстати, вышли из нашего города и успешно развиваются в нашем городе, это тоже франшиза, которая покупается сегодня и по стране, и за рубежом, и это говорит о том, что здесь нет границ фактически. Александр, ну и давайте такой обобщающий вопрос, что даст развитие этого рынка, франчайзинга для нашего региона, для экономики Краснодарского края в дальнейшем, когда это все будет еще более развито? Самое главное, что даст эта история, это то, что этот рынок очень понимаем не только местными жителями, но и гостями, а мы регион открытый, мы регион курортный, для нас очень важно, чтобы вот эта узнаваемость, да, эта привычность форматов, привычность гарантии, привычность сервиса, чтобы ее культивировать. Поэтому, конечно, для нашего региона франшиза это один из центральных путей развития потребительского сектора, подчеркиваю, потребительского сектора, и я думаю, что в ближайшее время мы увидим франшизные сети и в отельном бизнесе, франшизные сети в транспортном бизнесе, потому что это тоже логика развития рынка. Там, где есть конкуренция, там, где есть спрос, который может быть покрыт предложением малым средним бизнесом, там однозначно будет развиваться франшизная история. То есть, если это малый и средний бизнес, люди, которые по франшизе открываются, они также могут рассчитывать и на государственную поддержку, на все те меры, которые существуют сегодня? Да, конечно, фактически франшиза это товарный знак, это право использования товарного знака с определенными ограничениями и с определенными возможностями. Поэтому, если есть собственная компания, собственный бизнес, и этот бизнес работает под энной торговой маркой, то, конечно, на него все программы господдержки распространяются, тем более, что это, может быть, далеко не единственный вид деятельности этого бизнеса. Это естественно. Александр, я вас благодарю за подробную информацию, за приятную беседу. В студии темы дня был сегодня председатель комиссии по экономическому развитию общественной палаты Краснодарского края Александр Полидий. Это тема дня совсем скоро. Продолжим. Оставайтесь на Кубань-24. Продолжение следует...